Ольга Юрлова Ольга Юрлова, кандидат медицинских наук, невровок, психолог, бизнес-тренер, большой, огромный друг нашей программы. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Такую вот тему затронули. Спасение, брак – это всегда дело тяжелое, а тут если еще и ребенок добавляется. Я вижу настороженность легкую. Вы угадайте по медийному прищуру, кто придумал эту тему. Его сейчас нет. Здесь нет. Ольга, давайте с базы, с основы. Почему, в принципе, есть убеждение, что дети могут спасти брак? Ну, потому что бывают ситуации, когда эта система работает, потому что на чувстве вины, на чувстве ответственности. Вы как бы сказали, в чувстве вины, ответственности. И вот я прям чувствую себя уже немножко виноватым, Аркадий. А мне, я очень ответственный. Вы несете уголовную ответственность за наше шоу. Я просто не могу понять, как девочки постоянно сидят на этом диване, неудобно. И хочется и к вам повернуться, и к Стасу. И такое ощущение, что я на жердочке какой-то. Так вот, Ольга. Сейчас еще пустят ток, и вообще получишь ощущение. А мы, я напомню, для тех, кто только что включился. Мы обсуждаем детей. Да, мы обсуждаем животописущую тему. Дети как средство спасения брака. Ольга, вернемся. Так все-таки бывают случаи, когда, я теперь не могу серьезно говорить на эту тему, когда они спасают, но бывают случаи, видимо, и обратные. Давайте все-таки попытаемся выяснить, спасают ли дети брак в общем смысле. Зависит от родителей, конечно, и от ситуации. Давайте договоримся, что в каком случае семья вообще существует. Есть только один закон, когда семья может существовать. Когда жить в семье и семьей взрослым людям лучше, чем друг без друга. И для того, чтобы пришлось спасти брак, нужно довести друг друга до состояния, когда встает вопрос о том, что что-то надо спасать. Это значит, что как минимум одному участнику этого альянса, ну прямо уже совсем никак находиться в этом браке. А второй партнер пытается его каким-то образом удержать. И при этом удержать не с позиции пересмотра отношений, скажем так, создания атмосферы, когда, ну действительно, домой идти хочется, да. И с детьми порядок, и дома спокойно. Потому что жизнь, она длиннее, чем любовь, честно скажем, да. Семья базируется в конечном итоге на доверии, на уважении, на разговорах, на кухне, на общих целях. И поэтому, если вот это все потеряно, поставить ребенка в заложники, да, конечно, можно. И таких историй очень много. Вы просто сейчас описали историю моего одного знакомого, там тоже семья рушилась, и вот он в этот момент, он говорит, вот мы сейчас заведем второго ребенка, это укрепит на нашей. Через несколько лет прям был, вот просто разошлись, разлетелись. Это как сружина. Дело в том, что психика человека, она пластична, но она все равно до определенного предела можно на человека давить, чувством вины, обязательствами, еще какими-то вещами, общественным порицанием, ну много-много рычагов, да. И дети вырастут, и общаться не будут, и ай-яй-яй, и еще как-то. И поэтому, когда направлена энергия на то, чтобы управлять другим человеком, и есть рычаг совершенно четкий, да, это ребенок, мы будем жить ради детей. Окей, а что с детьми-то происходит? А что вот с ними? Как овоим? Они же все равно чувствуют, да, вот это, что они в семье не потому, что они дети, да, к которым я пришла. Давайте представим себе, два взрослых человека, да, с мозгами, жизненным опытом, с образованием не могут решить проблемы своих отношений. И они вот всю задачу по решению этих вопросов перекладывают на маленького ребенка. Как у него с психикой, как у него со здоровьем, как у него с ответственностью. И значит, для того, чтобы я, будучи ребенком, объединял этих двух людей, я должен быть каким-то таким, чтобы я мог эту задачу выполнять. Мама с папой не договариваются, отношений в семье нет, все очень сложно. И ребенок-то тоже очень хочет, чтобы было папой, мамой. И поэтому у ребенка начинается очень серьезная проблема в жизни. Или я должен быть очень проблемным, ну прямо очень проблемным в поведении, в социуме, чтобы, как сказать, ничто не сближает, как общие проблемы, да? Козлом отпущения, кстати, некий. Да, потому что до тех пор, пока у меня все плохо, у меня родители вместе решают мои проблемы. Либо у меня должны быть очень серьезные проблемы со здоровьем, потому что больной ребенок, как можно уйти от больного ребенка? И на самом деле это очень видно, когда и есть вторичные выгоды в том, что ребенок, и не видно перспектив, что он как-то и выздоравливать будет. Потому что на нем лежит эта ответственность за то, чтобы сохранялся этот альянс. Или на ребенка, когда возлагают такую ответственность за чужие отношения, не свои цели, не по возрасту. Психика не может с этим справиться, понимание ситуации нет. Есть только понимание, что я что-то должен делать, чтобы эти два человека между собой как-то общались. И тогда еще одна ситуация, когда ребенок должен заслужить любовь, когда он должен быть каким-то особенно успешным, особенно каким-то важным, популярным, отличником, сверх каким-то ураганом, с какими успехами в жизни, для того, чтобы мама и папа ценили то, что у них растет такой ребенок и боялись нарушить его вот это благополучие. На самом деле для детской психики это просто катастрофа. И я считаю, что здесь, когда такая ситуация возникает, когда ребенок становится рычагом управления и давления на одного из родителей, это приводит к тому, что ни здоровых людей, ни победителей, ни выигравших в этой ситуации никогда не бывает. Вот этот ваш пример, что все взорвалось. Окей, взорвалось. А кто не мог взорваться? Просто тихо ушел. Это же может быть какое-то чувство эйфории, допустим. Назовем это эффект Меладзе. Уйти можно в разные стороны. Об этом уже сообщила нам Вера Виктор. Не упоминать все. Значит, спросите, пожалуйста, а вот какой вопрос? Обратная история еще была. Допустим, Антон Макарский и его супруга. Там тоже до развода доходило, 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 да, и появился ребенок, и наоборот. Вот это вот, это их сблизило, и вот они переосмыслили оценки. Очень долго они хотели, чтобы был ребенок. Я правильно помню? Мы про то говорили? Да, да, да. Они очень долго хотели, просили, верили в то, что будет ребенок. Поэтому, конечно, это серьезная задача, которую люди все-таки смогли решить. И, конечно, как сказать, у них и до этого был путь очень серьезный, совместный в плане творчества, в плане того, как создать семью. Семья – это женский проект на самом деле. То есть у них была, видимо, какая-то проблема, да, которая, может быть, и вела к каким-то ссорам, а потом все-таки разрешение проблемы. Ну, скажем так, в каждой избушке свои погремушки, мы же никогда не узнаем, что было на самом деле. Мы видим, что люди хотели достичь какой-то цели, они к этому искренне стремились, они друг друга в этом поддерживали, они получили результаты, все их усилия вознаграждены сторицей. Нет, были еще такие варианты, что вот второй как раз-таки ребенок, и тоже мы же там трещал брак, пошел, и раз, и потом это происходило укрепление брака. Влияет ли количество детей на брак? Влияет количество детей на брак в том случае, когда есть у супругов чувство ответственности, когда есть вообще родительский инстинкт. Надо не забывать, что не у всех это есть. Я даже не про пап говорю, я и про мам в том числе говорю. Вот если мы просто историю вспомним, Екатерина Вторая в своих мемуарах пишет, да, в 13 лет у нее случился плеврит. И никто, ну это тяжелая ситуация, и уже никто не верил, что она как-то поправится. И к ней к девочке подошла мама и сказала, у тебя там синий материал подарили тебе на платье. Ну ты же все равно уже не встанешь, ты мне его сразу отдай. Неплохо. Ничего себе, королевская мотивация. Я хочу сказать, что на самом деле людей с нарушением социальной адаптации, с психопатическим развитием личности, с неумением любить в принципе, с эгоизмом жестким, патологическим, с непониманием вообще, зачем этот ребенок нужен, с восприниманием ребенка как нагрузки, что я на тебя время трачу, у меня жизнь изменилась, теперь ты мне должен, еще какие-то такие вещи. Когда закрываются двери квартир, там происходит очень много серьезных вещей, которые к любви и к семье не имеют никакого отношения. И кроме вынужденной ситуации, крыши над головой, да, и каких-то экономических выгод, людей больше ничего не объединяет, всегда от этого страдают дети. Поэтому я хочу сказать, что ситуации бывают очень разные. И когда ребенок вырос и, став взрослым человеком, знает, что его любили в детстве, это всегда другая жизнь, это совсем другая жизнь. И не всем везет вот это ощущение из семьи вынести взрослую жизнь, что как бы ни было в моей семье, я абсолютно уверен, что мама и папа меня любили, что я был любим, что я был нужен, что я был значим. И тогда можно простить и то, что мама с папой не всегда мирно жили, и не всегда в семье был достаток, и были в семье кризисы, потому что не бывает абсолютно всего гладкого в жизни. Но ребенок любимый, на которого не взваливают какую-то ответственность за отношения родителей. И ребенок, который растет заложником чужих проблем, это разная судьба. И один вопрос остался, время, к сожалению, поджимает, но хочется, чтобы вы на него ответили, что сейчас очень модно, не знаю, да, и много появилось семей в Европе. Давай так, в Европе. В Европе, в Европе, не у нас, у нас-то все хорошо, у нас все прекрасно. Семьи child-free, то есть семьи, в которых намеренно не заводят детей. Какие вот с вашей стороны... Я такие семьи знаю даже лично, да. Здесь? В Европе. В Европе. В Европе. А, в Европе, да. Какие прогнозы на их долгий брак? Может быть долгим быть брак в child-free? Может быть долгим брак в child-free, когда встретились два человека, они либо очень увлечены какой-то творческой деятельностью, либо они просто собой увлечены своим душевным комфортом и свободным проживанием этой жизни. А сейчас еще очень много, очень много среди людей child-free, как раз людей, у которых было такое детство, и они не хотят. То есть, когда развод, какую-то травму... Травму, плохое отношение со стороны родителей, обиды, оскорбления, они не хотят рожать детей, потому что у них было такое детство, о котором они даже вспоминать не хотят. Еще одна причина, почему в Европе не рождаются дети, кроме вот этого эгоизма, это как раз то, что очень боятся будущего. Я рожу ребенка, в каком мире он будет жить. Поэтому в каждой избушке свои погремушки, но хотелось бы, чтобы дети рождались для любви и от любви. И жили счастливых семей. Вот в каждой избушке свои погремушки. Для нас это будет кодовый знак. Вот эта легендарная фраза нашего гостя Ольги Юровой, кандидат медицинских наук, невролога, психолога, бизнес-тренер. Тренер будет заканчивать беседу и переводить у нас новый час в новую тему. Спасибо большое. Спасибо большое за то, что пришли и рассказали, друзья. Ну а мы посмотрим новости, немножко отвлечемся от детей и узнаем про информационные поводы в нашей области. Субтитры подогнал «Симон»!